Приветствую всех дорогие друзья, на связи как всегда Недомайнер и моя скромная таверна. Через полторы недели компания AMD анонсирует первые видеокарты Radeon RX 6000, созданные на базе графических процессоров Navi20. В преддверии этого события в сети появляется все больше и больше утечек относительно этих видеокарт. А тем временем мощность новых райзенов на архитектуре Zen 3 засветилась еще в одном бенчмарке. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас, но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с той самой Big Navi. Уже далеко не секрет, что новую линейку 3D ускорителей откроет устройство с видеоядром Navi21. Этот GPU послужит основой как минимум для трех карт Radeon RX 6000 и если верить утечкам сможет похвастаться высокой рабочей частотой. Все три новинки на ядре AMD Navi21 будут оснащены 16-гигабайтным видеобуфером GDDR6 с 256-разрядной шиной, а также специальной технологией кэширования, призванный компенсировать сравнительно невысокую пропускную способность памяти. Графический процессор Navi21XT должен послужить основой видеокарты RX 6900XT, которую в народе кличут как Big Navi. Версия Navi21XTX зарезервирована для графического адаптера в исполнении самой AMD, так называемой RX 6900XT Limited Edition. Ну а видеоядро Navi21XL будет использоваться в слегка урезанном варианте флагмана красных. Согласно новым утечкам, графический чип Navi21XT на картах от партнёров AMD сможет разгоняться до 2410 МГц, чем сегодня не может вахвастаться ни один любой другой графический процессор. Энергопотребление именно видеоядра будет достигать 255 Вт, а полное потребление будет примерно соответствовать RTX 3080. А у адаптеров эталонного дизайна потолок GPU составит 2300 МГц. Однако однозначно сказать, что флагман AMD будет мощнее RTX 3000 зелёных нельзя. Даже если все эти данные окажутся правдой, это всё равно не отменяет факт медленной памяти, так как Nvidia скупила абсолютно все GDDR6X. Ну а полная картина станет ясна уже 28 октября на презентации AMD. Тем временем процессоры Ryzen 5000 прописались на сайте C Software. И как видите переход на микроархитектуру Zen 3 обеспечил новинкам ощутимое превосходство над прошлогодними процессорами. В мультимедийном бенчмарке C Software 12-ядерный Ryzen 9 5900X и вовсе оказывается быстрее 16-ядерного Ryzen 9 3950X, а восьмиядерный Ryzen 7 5800X наступает на пятки Ryzen 9 3900X с 12 ядрами на Zen 2. А тем временем новая NVIDIA GeForce RTX 3090 является наиболее мощной в данный момент игровой видеокартой, но она может не только играть. Производители популярного приложения по постановлению паролей утверждают, что RTX 3090 отлично проявляет себя в Bootforce Attack. Это поможет вам, если вы забыли собственный важный пароль, но поможет и злоумышленникам подбирать чужие пароли. Приложение PassCoverry недавно было обновлено и получило поддержку карты вроде RTX 3090. С ней скорость Bootforce Attack заметно выросла. Версия приложения PassCoverry 2009 даже на относительно скромной видеокарте GTX 1060 способна перебирать 669 миллионов вариантов паролей в секунду, а RTX 3090 почти в 7 раз быстрее этой видеокарты и способна перебирать 3,5 миллиона вариантов в секунду. Но не успели красные выпустить процессоры Ryzen 5000 для настольных ПК, как в сети начинают всплывать подробности об их мобильных сородичах. Ноутбучная линейка Ryzen 5000 по имеющейся данным будет представлена двумя семействами гибридных процессоров – Cezanne и Lucianne. Наибольший интерес представляет первая серия, поскольку именно в ней AMD планирует внедрить микроархитектуру Zen 3. Свежая утечка раскрывает ключевые характеристики процессоров Ryzen 5000 с приставкой U. Флагманский процессор Ryzen 7 5800U получит 8 ядер, которые смогут буститься до 4,4 ГГц. Сам же теплопакет будет составлять от 10 до 25 Вт. А встроенной графикой всё также останется Vega, но получит чуть большие частоты и количество вычислительных блоков. Но самое примечательное, что параллельно с новыми решениями на Zen 3 в линейку войдут и процессоры на Zen 2. По сравнению с Ryzen 4000U они получат небольшой буст частоты процессора и более лучшую графику. Но как по мне, разница будет довольно большая между двумя архитектурами. Поэтому если AMD назовёт эти процессоры именно так, то необходимо будет тщательно смотреть на характеристики чтобы получить заветные Zen 3 в ноутбуке. А вот до конца текущего года Intel намерена выпустить графический ускоритель Discrete Graphic 1, образцы которого распространяются среди разработчиков ещё с зимы. Этот видеоадаптер можно будет встретить исключительно в ноутбуках, причём большинство из них будет оснащено 10-нм процессорами Tiger Lake. На днях стало известно, что одно из первых такой лэптоп выпустит компания Asus Tech Computer. В новом Asus VivoBook Flip 14 используется один из процессоров Core 11-го поколения и первая дискретная графика Intel. Согласно информации, приведённой на странице устройства, видеоадаптер, известный ранее как Intel DG1, получил имя Iris Xe Max. Это название уже встречалось в онлайн-базе си-софтвея и принадлежало 3D-ускорителю с 768 шейдерными ядрами и 3 ГБ памяти. Если говорить о самом VivoBook Flip 14, то новинка будет предложена в конфигурациях с процессорами Intel Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7, 8 или 16 ГБ памяти LPDDR4X4266 и NVMe накопителем объёмом до 1 Тб. Точные даты выхода и цена такого ноутбука пока что остаются неизвестными. Ну а немецкий интернет-магазин MindFactory опубликовал статистику проданных процессоров за прошлую неделю. И самое интересное, что первые 11 позиций заняли процессоры компании AMD, а самой покупаемой моделью стал шестиядерный Ryzen 5 3600. Тем временем в ассортименте Jonesbo появился процессорный охладитель CR1400 Color, подходящий для использования в компьютерных корпусах с заграниченным внутренним пространством и в системах относительно небольшого форм-фактора. Новинка относится к башенному типу, а через радиатор проходят четыре тепловые трубки диаметром 6 мм, которые имеют непосредственный контакт с крышкой процессора, что помогает повысить эффективность охлаждения. Радиатор обдувается 92-мм вентилятором, скорость вращения которого регулируется методом ШИМ в диапазоне от 900 до 2300 оборотов в минуту. А вот компания Xiaomi, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, анонсировала сегодня самую быструю в мире технологию подзарядки аккумулятора беспроводным путём. Новая беспроводная технология обеспечивает мощность до 80 Вт, что является максимальным показателем на сегодняшний день. Работа системы показана на примере модифицированного смартфона Mi 10 Pro. Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч может быть наполовину заряжен беспроводным способом всего за 8 минут. На полное восполнение запаса энергии такой батареи от 0 до 100 % потребуется всего 19 минут. Технические детали относительно 80 Вт зарядки Xiaomi не вдаётся. О сроках коммерческой доступности технологии тоже ничего не сообщается. Также Xiaomi должна одной из первых представить мощный смартфон на флагманском процессоре Snapdragon 875, который дебютирует в первых числах декабря. Если верить слухам, чип Snapdragon 875 получит 8 ядер в конфигурации 1,3,4, где самым мощным станет суперядро Cortex-X1. В состав изделия войдут графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи информации до 7,5 Гбит в секунду в сторону абонента. Первым же китайским смартфоном с этим процессором, по информации авторитетного источника Digital Chat Station, окажется модель Xiaomi Mi 11. Более того, утверждается, что Xiaomi Mi 11 какое-то время будет иметь статус эксклюзивного аппарата из Поднебесной. С лобманским чипом Snapdragon 875, хотя такой период вряд ли продлится больше месяца. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.